За участие в акциях сторонникам Навального может грозить не только задержание, арест и штраф, избиение, но и увольнение. Именно за это поплатился Артём Назаров. Преподаватель лишился своего места в Московском институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Артёма Назарова, сына композитора Владимира Назарова, задержали в Москве 23 января во время акции в поддержку Алексея Навального. В полиции по району Солнцево Назарова-младшего удерживали два дня. В понедельник суд оштрафовал задержанного на 10 тысяч рублей. После освобождения с Артёмом связались из отдела кадров института, где он работал, и сообщили об увольнении. Артём присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Расскажите, насколько неожиданным для вас было это решение руководства вуза, где вы работали? – Знаете, честно говоря, не было неожиданностью. Когда уже меня взяли, понятно стало, что это невозможно будет оставить, скажем, без широкой огласки. Я ожидал чего-нибудь такого. Скорее меня удивила формулировка. И маленькое уточнение. Этот приказ я увидел до того, как произошёл суд. Я не знал ещё тогда, что я всё-таки сегодня уйду на свободу. И поскольку никто из моего автозака на свободу, к сожалению, не вышел передо мной, я поэтому не очень надеялся на то, что сам окажусь сегодня дома. Скажите про формулировку и про то, как вообще вам сообщили об увольнении. Лично ли я с вами разговариваю по телефону? – Ну, я получил этот приказ, я состоял в группе учёных совет в WhatsApp. Я состоял в этой группе и туда был брошен этот приказ. То есть я сначала его увидел, потом через какое-то время мне позвонили из отдела кадров. Спросили, когда я смогу заехать, чтобы решить всё это уже по документам и оформить этот момент. – Будете ли вы оспаривать это решение и положена ли вам какая-то компенсация, ведь вас увольняют? – Ну, если с этой формулировкой согласиться, наверное, ничего не положено. Я не очень уверен, что многое могу получить в денежном плане, если буду оспаривать эту формулировку. Но, тем не менее, я буду, потому что сейчас это принципиальный момент. Вот я считаю аморальным как раз увольнение, аморальным я считаю не отстаивание своей позиции, аморальным я считаю позицию, при которой студентов надо наказывать, например, за выражение своего мнения. Я считаю, что в нашей профессии в особенности, в актёрстве свободы, и в том числе свобода мнения – это основополагающие вещи. Этому я всегда учил своих учеников. И, судя по той реакции, которую я получаю сейчас, я не зря их этому учил. – Вас поддерживают они? – Они поддерживают, да. Я надеюсь, конечно, что они не будут устраивать какие-то слишком громкие акции, потому что, ну, наверное, не стоит всё-таки, им стоит заниматься учёбой, а свои политические позиции они должны иметь, и это личное дело каждого, это их выбор. То есть я не могу призвать их к тому, чтобы меня защищать, не имея на это морального права. Но, тем не менее, я считаю, что выбор за каждым из них во всех случаях. Артём, а как в институте-то узнали, что вы участвовали в акции, или у них есть какой-то коннект, какая-то связь с ОВД, МВД? – Я не знаю, был ли, может быть, звонок, да, там какие-то слухи проскочили, что был звонок ректору из ФСБ, ну, я не знаю, правда это, неправда, да и неважно это, я не могу сказать, что я сильно скрывал свою позицию когда бы то ни было. Я старался, чтобы эта позиция была, существовала, скажем так, отдельно от учебного процесса, вот, и, в общем-то, ректор тоже был в курсе того, что я выхожу на митинги, ничего нового в этом нет. – А вас предупреждали, что не стоит так поступать? – Нет, меня не предупреждали, хотя с тем же ректором у нас были много раз беседы на политические темы, он меня регулярно пытался переубедить в чём-то, но это вряд ли возможно. А чем дальше, тем ещё менее вероятно, поскольку даже люди уже совсем далёкие от политики, видят, что что-то не так в нашей стране, по-моему, сейчас это уже кристально ясно. И вся ситуация вокруг Навального, которая разворачивалась от отравления до этого шоу с самолётами, до всего того, что происходило дальше, и теперь после фильма Навального, да, громадное количество людей просто как проснулись, и со мной сейчас сидели люди и в автозаде, и в камере, с которыми я общался, и многие из них выходили первый раз, потому что стало невмоготу, вот стало невозможно больше с этим мириться. Вот для меня взгляды, скажем так, либеральные – это не новость. Я давно придерживался этой позиции, и я не могу сказать, что я там сторонник Алексея Навального конкретно, я сторонник свободной демократической России. И в данном случае я не могу сказать, что я выходил за Алексея Навального, я всё-таки выходил за свободную Россию, в которой свобода должна быть, и для Алексея Навального тем более. Артём... Да, я очень уважаю смелость его поступка, прежде всего. Артём, мы знаем, что в ряде вузов, школах ученикам угрожали отчислением, если они будут присутствовать на этой акции. Что-то происходило подобное в Институте театрального искусства имени Иосифа Кобзона, где вы до недавнего времени работали? Вы знаете, раньше бывали всякие профилактические беседы, в этот раз как раз не было, что меня удивило, потому что я слышал, что и по многим школам, по многим институтам шли эти рекомендации. Но нет, в этот раз я не слышал никаких бесед ни со студентами, ни с педагогическим составом. Ну, ко мне конкретно давно уже не обращаются с подобными рекомендациями и просьбами запретить студентам ходить на митинг или ещё что-нибудь в этом роде. Поскольку знают мою точку зрения. Но я не слышал, что под другим мы обращались. Будете в дальнейшем ходить на протестные акции? Безусловно. Спасибо за ваше мнение, за вашу позицию. Артём Назаров, актёр, режиссёр. Да.